Для посетителей часть своей территории парк. Огромный амфитеатр и уникальное зелёное пространство для прогулок, отдыха, встреч. Сюда люди смогут попадать без билета. Спуск в амфитеатр расположится на месте нынешнего политехнического проезда. А ещё сквозь него будет проходить городской пешеходный маршрут. От детского мира на Лубянке до Зарядья. Новый логотип, новый цвет и главное обновлённая концепция. Её ведущие специалисты в области науки и дизайна разрабатывали три года. Политехнический теперь станет первым в мире музеем, который строится не по принципу фундкамеры, а вокруг научных идей. Теперь это не просто коллекция экспонатов, лекций и экскурсий, но и открытая площадка для дискуссий, творческих экспериментов и образовательных проектов. Мне бы хотелось, чтобы у людей со временем при слове политех возникало ощущение такого вау-понимания. Мы не вполне привязаны к предметам. Мы предмьязаны к концепциям, к идеям, к людям, к науке, к знанию. И поэтому мне бы хотелось, чтобы люди, думая о политехе, думали о том, что вот эта радость понимания, которую они достигают иногда, случайно, в политехе всегда есть. Сами же экспонаты вернутся в историческое здание к 2020-му. Сейчас увидеть их можно на других площадках, например, на ВДНХ. Вновь откроет свои двери и научно-техническая библиотека музея, самая большая в Европе. И легендарная большая аудитория на 700 человек, главный символ оттепеля, где собирались поэты-шестидесятники. Сердцем обновленного политеха по-прежнему останется зал славы, который расскажет о звездах отечественной науки. Почему мы должны видеть на обложку журналов попсовых знаменитетей, а не звезд науки? Ведь они гораздо более сущностны для нас. Они драйверы тех невероятных изменений, внутри которых структурируется наш мир. Политех, помимо того, что он расскажет о том, как на самом деле устроен мир, с точки зрения того, что мы называем механикой чуда, он, конечно, сделает это устами лучших российских ученых. И одна из задач, которая преследует вся эта затея с политехом, это заманивание молодых амбициозных людей на территории фундаментальной науки. Познавательные экспонаты в детском дворе смогут увидеть посетители от трех лет. Для тех, кто постарше, заработает Центр юных инноваторов. Огромная лаборатория, в которой дети смогут заниматься серьезной научной деятельностью под руководством экспертов.